В рамках дорожной карты занятости Крамашинскому району на реализацию 40% проектов было выделено 3 миллиарда тингем. Каждый проект нацелен на повышение качества жизни сельчан. В ауле Кызылтам проживает около 400 человек. За последние годы здесь произошло множество хороших перемен. В этом году установлено освещение на всех улицах аула. Прежде такого освещения не было в нашем ауле. Сейчас свет есть на каждой улице. Особенно стало хорошо для школьников. Зимой же выходят на уроки затемно и возвращаются в темень. Сейчас везде горит свет. И для транспорта хорошо. Сельчане все благодарны. В целом, последние годы много внимания уделяется аулам. Теперь у нас только вопрос по дорогам. Весной, осенью сложно ездить. Теперь, если бы решили эту проблему. Недалек тот день, когда решится и проблема дорог. Проектно-сметные документации уже подготовлены, ждут финансирования. В планах на следующий год строительство центральной площади перед сельской школой. Внедрили в план 2021 года. ПСД ремонта дорог готово. Дело за финансированием. Кроме того, планируется построить площадь перед школой. Обустроить ее, озеленить. В рамках госпрограммы в ауле Крамакше проведен ремонт детского сада Балбубек. На эти цели было выделено около 42 миллионов тенге. Ремонтниками обновлены окна, двери. Установлена система отопления. Проведена внешняя отделка. Благоустроен двор. Здание радует глаз. В рамках дорожной карты занятости обеспечили работы 10 семей. Своевременно каждый получил зарплату по 85 тысяч тенге. Такая работа была проведена в самый сложный период. Детский сад на 60 мест. Сейчас в садике, согласно утвержденному алгоритму, с соблюдением всех санитарных требований, работают дежурные группы. В детском саду работают пять кружков. Полностью оснащен современным оборудованием. В связи с карантинными ограничениями в трех дежурных группах по 15 детей соблюдаем все меры предосторожности. В поселке Чаратам в рамках дорожной карты занятости реализовано 12 проектов. Проведен также капитальный ремонт социальных объектов, проложен асфальт. На въезде в поселок установлен новый паспорт, открыта стритбольная площадка. Вместе с тем проведена работа по расширению, модернизации электросетей. Протянуты 96 километров электролиний. Установлены 33 трансформатора. Все оборудование трансформатора были устаревшие для бесперебойного электроснабжения, сдана подстанция. Если раньше мощность была 6000 киловатт, сегодня 10 тысяч киловатт. Проведен средний ремонт всех пяти улиц. Четыре улицы освещены. На эти работы были привлечены 580 человек. Установлены внутри поселковые камеры видеонаблюдения. Паспорт, проложен тротуар, установлены 246 дорожных знаков. С областного бюджета предусмотрены необходимые средства. ПСД готова, подана бюджетная заявка. В реализации проектов дорожной карты занятости было задействовано свыше 400 человек. Сельчане довольны проделанной работой.